Дивиденды – это форма регулярного дохода, который зарабатывают инвесторы. Некоторые инвесторы даже стремятся жить за счет дивидендов после выхода на пенсию. Дивиденды могут быть обычными, это те, которые компании обычно выплачивают ежеквартально или ежегодно. Некоторые акции даже выплачивают ежемесячные дивиденды. Наряду с обычными дивидендами, компании иногда выплачивают специальные дивиденды, это когда они получают непредвиденную прибыль и хотят разделить ее с акционерами. Какие акции приносят дивиденды, и как вы можете купить акции с высокими дивидендами, узнаете далее. Во-первых, акции в основном делятся на простые и привилегированные. Компании обязаны выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, в отличие от обыкновенных, где руководство имеет право по своему усмотрению выплачивать дивиденды. Некоторые компании имеют определенную политику выплаты дивидендов, либо предписанную законом, в случае райд, либо политику выплат, ограничивающую свободу действий руководства. Дивиденды выплачиваются не по всем обыкновенным акциям. Amazon и Tesla – одни из двух известных компаний с голубыми фишками, которые не платят дивиденды. Amazon выкупала акции в прошлом, что является еще одной формой дохода для акционеров. В ближайшее время Tesla не намерена выплачивать дивиденды. Райт и МЛП обычно выплачивают лучшие дивиденды. Коммунальные и табачные компании также имеют хорошие коэффициенты выплат. Обычно, зрелые компании, у которых не так много возможностей инвестировать свою прибыль в рост, выплачивают большую часть своей прибыли акционерам в качестве дивидендов. Напротив, компании, которые быстро растут и нуждаются в капитале для инвестиций в органический или неорганический рост, либо платят низкие дивиденды, либо вообще не платят никаких дивидендов. В целом банки и энергетические компании также имеют хорошую дивидендную доходность. Однако центральные банки могут ограничивать дивиденды банков. Например, европейские банки были вынуждены приостановить выплату дивидендов за 2020 год после звонка из Европейского центрального банка. Некоторым энергетическим компаниям пришлось снизить свои дивиденды на фоне падения цен на энергоносители. Многие компании вообще приостановили выплату дивидендов в 2020 году. При выборе акций с лучшими дивидендами вам также следует изучить устойчивость дивидендов. Иногда некоторые акции имеют очень высокую дивидендную доходность, потому что акции снизили свою стоимость, что увеличивает дивидендную доходность. Помимо получения дивидендов, инвесторы также должны искать акции, которые могут увеличить капитал. Как покупать акции с дивидендами? Вы можете покупать привилегированные или простые акции компаний, которые выплачивают хорошие дивиденды. В обоих случаях вам понадобится торговый счет, на котором вы можете разместить заказ на выбранные акции. Другой подход – рассмотреть ATF, которые инвестируют в акции с высокими дивидендами. И инвестируя в ATF, вы получаете доступ к корзине акций, которые диверсифицируют ваш портфель. Еще один аспект, который следует учитывать, заключается в том, что вам необходимо купить акции до даты экс-дивидендов, чтобы иметь право на получение дивидендов. Даже если вы покупаете акции за день до даты экс-дивидендов, вы все равно имеете право на получение дивидендов. Однако вы должны владеть обыкновенными акциями как минимум 61 день из 121-дневного периода, который начинается за 60 дней до даты экс-дивидендов, чтобы дивиденды были классифицированы как квалифицированные. Квалифицированные дивиденды учитываются как прирост капитала, тогда как неквалифицированные дивиденды облагаются налогом на маржинальный доход. Спасибо, что прослушали подкаст «Механика риска». Будем очень признательны, если вы поделитесь им с друзьями и добавитесь к нам в соцсетях.